всем привет вы на канале дома как дома меня зовут лилия и сегодня я предлагаю вам приготовить баклажаны с мясом рецепт очень простой это та же самая мусака только мы будем готовить и без предварительного обжаривания баклажан тем самым мы конечно же уменьшим жирность продукта и его калорийность для начала мы с вами обработаем баклажаны мы из них сделали вот таких полосатых брундучков и теперь нарезаем на кружочки где-то один сантиметр толщиной не нужно сильно тонко их нарезать чтобы при приготовлении они не потеряли свою форму и так все баклажаны мы с вами уже нарезали теперь нам нужно их как всегда присолить чтобы они отдали горечь и лишнюю влагу и так посолили и пока все это отставляем в сторону перейдем к обработке овощей лук нарезаем мелким кубиком и если у вас нет заготовки консервированных помидоров которые буду использовать я вы также можете нарезать помидорчик но у меня помидорчик будет служить только как украшение и так переходим к плите и в сковородку вливаем небольшое количество растительного масла у меня оливковое но вы также можете использовать обыкновенное подсолнечное всыпаем туда лук и немного его обжариваем к обжаренному луку добавляем фарш и теперь нам нужно хорошо его размять вилкой и прожарить после этого к фаршу мы добавляем помидор у меня как вы видите консервированные я их закрывала сама у меня еще до сих пор остались мои запасы нужно их уже использовать поэтому я так активно их применяю если нет помидоров в принципе можно обойтись и одной томатной пастой томатную пасту также нужно хорошо обжарить чтобы избавиться от запаха томатной пасты и когда томатная паста у нас уже слилась в одну симфонию с фаршем можем добавить небольшое количество воды примерно где-то один стакан выкладываем стекшие баклажаны в кастрюлю вот так вот красиво рядочками предварительно струшиваем выделившуюся жидкость и сверху на эти баклажаны выкладываем наш приготовленный фарш равномерно все распределим и в принципе на этом можно было бы закончить но нам же нужно чтобы блюдо не только было вкусным но еще и красиво выглядело поэтому я использую перец и помидор осталось только поставить блюдо на плиту и довести до готовности готовится она у нас будет примерно где-то полчаса если есть желание можно в конце приготовления открыть крышку и выпарить лишнюю жидкость вот так выглядит наша готовая мусака замечу опять же что это диетическое блюдо подойдет также для людей которые соблюдают пп режим украшаем зеленью и можно добавить йогурт по желанию спасибо за просмотр до новых встреч и пока